Городская баня Кохма – излюбленная тема для этих мужчин. Рассказывают, до 2011 года банный комплекс устраивал по всем параметрам. Бассейн, сауны, массажный кабинет, парикмахерская и кафе. Попариться сюда приезжали даже из Иваново. Потом, соответственно, баню закрыли на реконструкцию. После этой реконструкции, на которую были выделены, как я слышал, огромные деньги, то есть я не в курсе какая-то сумма, но как бы очень много, то есть баня так и не открылась. Все то, что отремонтировали, сейчас там приходит выпадок. То есть бассейн разрушен, с потолков капает вода. Это видели, то есть? Да. Банный комплекс перенесли в другой корпус поменьше. Сократились и время работы, и виды услуг. Оборудовали только финскую сауну, хотя большинство посетителей привыкли к сырому пару. Тогда кахамчане решили собрать деньги и приобрести свой котел с парообразователем. По тем временам собрали внушительную сумму – около 36 тысяч. Передали котел в аренду Кохмобытсервису, в ведении которого находится баня. Иначе, говорят, без парилки и баня не мила. Поймите, это не только просто помыться, это вопрос души. Очень много пенсионеров одиноких, которые сюда приходят, не только помыться, а пообщаться, поговорить. В душе русского человека баня – это святое. Новый котел проработал около двух лет. Четыре недели назад он сломался. По предположению, мужчин сгорел ТЭН. Нам так, в принципе, сказали, что баню не закрывают. Здесь комплекс остается, услуг только душевая. Все. То есть они не отказываются от бани, только в том случае, что вы здесь приходите, она работает как душ. То есть как парной, здесь так и таковой, как комплекса самого бани здесь нет. 220 рублей стоит посещение. То есть я вот не знаю, сколько сейчас стоит кубометр воды, не помню, но такое ощущение, что в месяц я плачу столько же в квартире, как за один поход сюда. Сейчас цены значительно выросли. Новый котел может обойтись тысяч в 60. Ремонт не факт, что дешевле. Собрать такие деньги сложнее. Любители парной уверены, что ни администрация, ни Кохмобытсервис не делают ничего для решения проблемы. Не чинят старый собственный котел, не помогают и с ремонтом второго, приобретенного жителями. Кохамчане опасаются. Баню медленно провоцируют на закрытие. Считают это недопустимо, ведь посетителями она сильно востребована. Говорят, за один помывочный день приходит почти сотня мужчин, женщин еще больше. За комментарием мы обратились в Кохмобытсервис, отправили запрос. Но до конца рабочего дня ответа так и не получили. По словам секретаря, руководитель отсутствовал на рабочем месте. Пока что жители пытаются всеми способами повлиять на ситуацию и обращаются к депутатам. Господа народные избранники, у вас есть прекрасный шанс заполучить электорат в лице благодарных жителей Кохмы, если вы поможете с данным вопросом.